Всех приветствую, уважаемые зрители моего канала. Сегодня мне в руки попал мотоцикл Honda CB900 Hornet. Но обзор на него я делать не буду. Я уже говорил, почему. Все, обзора я больше, в общем, не делаю. Сегодня мне на руки попал мотоцикл Honda CB900 Hornet. И только что увидели его в действии. На самом деле, ну, давайте по порядку. Во-первых, сейчас будет не обзор. Я это скажу раз 100, наверное, за это видео. Это будет не обзор. Это будет просто типа, вот, я прокачиваюсь на мотоцикле. И скажу свои мысли об этом мотоцикле. Это будет вот такой формат. Все, никакого обзора, ничего объективного здесь не ждите. Хотите настоящих обзоров, идите к другим, значит, к другим людям на канал. И сейчас вы снова увидели этот мотоцикл в действии. Давайте начнем. Значит, что имеем? CB900 Hornet. 2001 года выпуска. Это, ну, мотоцикл это выпускался с 2001 по 2007 года. Это, то есть, первый самый год. Мотоцикл имеет движок от Fireblade 919. Это точно тот же самый движок, только дефорсированный. Там кое-что изменено по конструкции. И этот движок выдает 110 лошадей. Рядная четверка, соответственно. Почти литр объема. Коробка 6 передач. Все как обычно. Все как на других дорожниках Honda начала 2000-х годов. Единственное, что здесь примечательно, это инжектор здесь стоит. Ставился с 2001 года выпуска. Причем инжектор, у него механический подсос. С левой стороны там такая пимпочка, как от карбюратора. Вот, инжектор с механическим подсосом. Вот такая штуковина. Ну, ABS ничего здесь, естественно, нету. В принципе, вот. Рама железная. На мотоцикле сидеть и ехать удобно. Посадка удобная, комфортная во всех отношениях. Ничего никуда там, ноги не поджаты к телу, например, да. Рульки расположены удобно. Спина. Ну, она наклонена вперед. Но, как бы, это не напрягает совершенно здесь. То есть, посадка удобная. И на длительное расстояние будет однозначное сидение. Удобная, широкая, мягкая, комфортная. Посадка хорошая. Потом, что еще? Движок, давайте. По движку расскажу свои мысли. Вот сейчас увидели два ускорения топовых. В принципе, я даже не открывал, не на 100% открывал газ. Мотоцикл быстрый, реально, очень быстрый. Реально ощущается, как литр, самый настоящий. Тяга прям с самых низов. Прям с самых низов. И во всем диапазоне оборотов очень хорошая тяга, сочная. Вот после своего мотоцикла я сейчас сел после FZ1 внутри японского. И, ну, здесь, мне кажется, это побыстрее мотоцикл, Хорнет. Несмотря на то, что объем меньше, но... То есть, я не то, что не скучаю после своего мотоцикла. Я наоборот, развлекаюсь только еще больше. Мотоцикл, кстати, маленький. Руль узенький. Сам аппарат довольно, ну, такой низенький. Не очень, но низенький. Вот. И он, в общем и целом, такой компактный и собранный. И собранность эта, кстати, проявляется еще и в подвеске. Потому что подвеска... Вот я на всех Хондах, на которых я ездил из этого периода. Конец 90-х, начало, там даже середина 2000-х. А на всех подвеска жестковатая. Так, меня не пропускают большие дяди на автобусах. Ускорение совершенно здесь безумное. Всего 110 лошадей, но ощущается, как будто 150 все. Подвеска, значит, ну, ходы маленькие. Ходы маленькие, подвеска жестковата. На любых неровностях приходится прям хорошо оттормаживаться. Вдвоем, мне кажется, будет еще хуже, соответственно. Но даже одному не очень подвеска. Вот в этом плане не особо прикольно. Тормоза я, к сожалению, не могу вам ничего сказать. Потому что здесь такая интересная штука произошла. Здесь пролили тормозную жидкость на диски тормозные. Ну, логично, правильно. Диски тормозные, жидкость тормозная, надо лить. Да нет, естественно, случайно это произошло. И поэтому, во-первых, здесь тормоза издают жуткий звук переднее при торможении. Вот я могу вам сейчас показать. Совершенно жуткий звук. И, во-вторых, по-моему, тормозят они не очень. По-моему, они должны лучше тормозить. Мне кажется так. Вот, поэтому по тормозам ничего не скажу. Торможу задним в основном на низкой скорости, чтобы, ну, чтобы с ума не сойти от звука. А вот, смотрите, вот реально. Вот быстрее, не понимаешь, вот полу, полу едет быстрее. Хотя это полу. Вот, видите, я как и то прыгаю, и то прыгаю. Лучше бы приставать даже на такой скорости на подножках. Подвеска так себе. Коробка работает просто превосходно здесь. Вот, что я могу сказать. Типичная Honda. Ничего больше, тут, ну, нечего сказать. Реально, очень хорошая коробка. Ходы маленькие, все четенько. Все очень четенько. Гораздо лучше, чем на моем мотоцикле коробка работает. Хотя у меня мотоцикл свежее намного. Но здесь, ну, у меня Yamaha, которая славится своими бестолковыми коробками. Здесь гораздо лучше. Ну, здесь отличная хондовская коробка, короче, что говорить. Ничего не вылетает, ничего не влетает. Передачи не выскакивают, не заскакивают. Нейтралка ловится просто с первого раза. Я ни разу сейчас не было такого, чтобы я не поймал нейтраль с первого раза. Превосходная коробка. Сцепление. Ну, тут очень много такого тюнинга визуального на мотоцикле внешне. И поэтому особо ничего не скажу. Вроде нормальное сцепление. Просто тут ручки, вот видите, неродные. Ну, вроде нормальная, как бы, чувствительность даже с этими ручками достойная. По движку еще такая интересная фишка, которую надо сказать, которую я заметил. По моим личным ощущениям, опять же, это не обзор, это не объективная информация. Я еще сто раз это скажу. Это первое видео, вот, в новом формате. Это первый не обзор мой, а раньше-то были обзоры. И по моим личным ощущениям, здесь движок, хоть, ну, быстрый мотоцикл, но движок очень мягкий. Так, надо объезжать, объезжать, срочно, ой-ой-ой, срочно объезжать. Движок очень мягкий у аппарата. И это хорошо, по моему ощущению. Тем более, вот, я сейчас уже привык к своему новому мотоциклу, FZ1. Там движок тоже очень мягкий прям. И здесь также, и это комфортно. Реально, можно ездить и быстро, и медленно. И ездить медленно тебя, ну, не напрягает совершенно на этом аппарате. Кстати говоря, здесь пробег у мотоцикла, что-то 97, что ли, тысяч километров, или 93. Вроде 97 по деметру. 97 тысяч километров. Владелец этого аппарата, который его, кстати, продает сейчас, он его купил у знакомого и знал еще владельца, ну, как бы, двух владельцев до себя, получается, знает. Вот. И говорит, что, ну, ни у него ничего не ломалось, ни у них. Единственное, что тут делалось, это там что-то клапана подстраивали. Ну, какие-то такие просто операции обслуживания. Вот. Говорит, даже цепь ГРМ не менял, не мененая здесь стоит, родная с завода. То есть, в этом плане, в плане надежности, качества, мотоцикл типичная Honda. И он таким и ощущается, вот, например, по работе, да, коробке и всего остального. То есть, ну, вроде как ломаться не должен аппарат. По рулежке, кстати, в отличие от Хорнета 600-го, здесь не чувствуется, что база очень прям короткая. Здесь такого не ощущается. То есть, на большой скорости ничего, ну, как сказать, руль не болтается, да. То есть, ну, база нормальной, оптимальной длины. Ну, в общем и целом, ребят, мотоцикл стоит недорого относительно. Не знаю, в силу возраста своего или еще чего. Ну, поскольку они закончили выпускаться в 2007 году. Мотоцикл стоит, ну, примерно, наверное, от 230 сейчас. Ну, и там за 300. Вот, например, вот этот аппарат вроде как владелец продает, насколько я понял, примерно за 240. И что я могу сказать? Хорнет продается, но не сильно дешевле. Хорнет 600, я имею в виду, прошу прощения. Это же тоже Хорнет. 600. Просто для меня Хорнет это 600. Я как-то, не знаю, привык. Привык. Вот. Вот. И если выбирать между шершнями, потому что, ну, может быть, кто-то не особо понимает, да, в чем разница. Например, я не понимал, пока не поездил. В чем разница между этими двумя аппаратами? Ну, там, мощность примерно одинаковая. 110 против 100 у Хорнета. Ой, опять я говорю, у Хорнета. У 600 у Хорнета. Здесь 110, то есть не сильно больше. Как бы, ну, объем побольше. Цена плюс-минус, ну, не сильно отличается. И на вид они одинаковые, кстати. Ну, как, ну, похожие. Просто классик, блин. Классик конца 90-х. Ну, просто классик, в общем, конца 90-х, да, начало 2000-х. В чем разница между ними? И какой выбрать? Ну, мне кажется, на самом деле, выбор очевиден. Хорнет 600, который, он мне что-то изначально не совсем уж прям понравился, если уж быть честным. Он совсем не универсальный, ребят. Он только в городе актуален. Он очень резкий. У него короткая база, то есть на большой скорости управление, ну, не очень. Не очень, как бы, стабильное, что ли. Нету плавности хода. Как вот на всех фазерах она есть, например, да, на конкурентах Хорнету. На Хорнете 600-м ее нету на большой скорости. Потом, что еще? Ну, в принципе, вот уже достаточные минусы. Здесь мотоцикл 900-й Хорнет. Он по цене отнесильно отличается. При этом он быстрее. Не смотрите на то, что он всего на 10 лошадей быстрее. Он гораздо быстрее, потому что он тянет с любых оборотов абсолютно. На любых оборотах абсолютно. И, в общем, движок гораздо более тяговитый. Потом здесь движок, при том, что он быстрее 600-го, он еще и более плавный. То есть на каждый день это большой плюс. Это очень большое дело. Ну, в принципе, вот все. А, и, да, и более длинная база. Ну, по крайней мере, она ощущается таковой. То есть на большой скорости реально, ну, покомфортнее. Хотя тоже где-то при приближении к 180-й, кстати, я себя почувствовал неуверенно на нем, честно говоря. Но, в любом случае, вот первые две вещи, которые я писал, в этом плане вот 900-й Хорнет поинтереснее. То есть, если выбирать между ними, я бы предпочел 900-й в любом случае. И, кстати, 900-й еще и не такой форсированный. Для своего объема у него меньше лошадей по сравнению с 600-й. 600-ка прям очень форсированная. И это ее тоже минус, естественно. Потому что здесь вот, опять же, видите, 97 тысяч. Никаких проблем с мотоциклом. Я сейчас еду. Ну, я не могу сказать, что он прям как новый ощущается. Но вот коробка вообще не изношена, например. Вот хороший, ну, хороший показатель как бы. Не знаю, конечно, может она перебиралась, нет. Но мотоцикл, короче, ощущается хорошо для своего пробега, для своего возраста. Здесь, кстати, это внутрияпонская версия. Здесь стоит ограничитель на 180. И владелец его и не собирался убирать, потому что говорит, ну, смысла нет особо. Я, пожалуй, тут с ним соглашусь. Реально, уже и ветрозащиты, ну, по-любому. Ну, как бы, мотоцикл, короче, не для более высоких скоростей. Вот 180 оптимально на нем ехать. На 180 он себя чувствует нормально. На 160 тоже, соответственно. Потом, если, с чем еще можно сравнить? Ну, с Фазером, наверное, можно все-таки сравнить. Они там пересекались же по годам, да, с FZ1. Пересекались. Ну, конечно, FZ1 более универсальный мотоцикл. Подвеска лучше, намного лучше. Он больше, FZ1. То есть на трассе, ну, у него и база длиннее, на трассе он ощущается гораздо лучше. Здесь для Нейкида, вот, Харнет 900 ощущается хорошо, но только для Нейкида. Фазер в этом плане поинтереснее. По динамике, ну, тоже, соответственно, на Фазере 150 лошадей, если это не внутрияпонский аппарат. Внутрияпонский, кстати, ощущается медленнее реально, чем Харнет. Вот я уже, по-моему, сказал в начале. Но, повторюсь, ощущается медленнее, чем Харнет. То есть Харнет реально быстрый мотоцикл. Ну, в общем, я бы предпочел Фазера. Я бы предпочел Фазер. Ну, я уже предпочел Фазер и FZ1 себе. Так что, ребят, могу посоветовать, в принципе, мотоцикл. Как бы реально толковый аппарат. Единственное, ну, возраст немаленький уже, даже у самых свежих. 2007 год, последний год выпуска модели. Возраст немаленький. Смотреть надо аккуратно, соответственно. Четкий аппарат, четкий для реальных пацанов. Быстрый, веселый, интересный. На нем ездить интересно. Советую, ребята. Хороший мотоцикл. Все, не буду повторяться. Мысли мои о Хонде CB900 Харнет. Вы только что просмотрели. Пишите по новому формату. Как вам? Нравится, не нравится? Лучше ли, чем старый? Хуже ли, чем старый? Что поменять, что не поменять? Все, прислушаемся. Все, что надо, сделаем. Все, что надо, проигнорируем. Все, всем респект. Всем пока. Всем привет еще раз. А я рассказывал, дуги какой компании стоят на моем мотоцикле. Crazy Iron. Это известный российский производитель защитных дуг, аксессуаров для станта и мотоэкипировки. Цены разумные, качество общепризнанно высокое. В каждой коробке инструкция и полный комплект крепежа. Все дуги сертифицированы. Гарантия неограниченная, не зависит от смены и количества владельцев. Сам я выбираю дуги Crazy Iron уже не в первый раз и могу уверенно посоветовать их вам. Ссылки на сайт Crazy Iron и группа ВК под видео.